итак добрый день дорогие мои друзья сегодняшнюю нашу встречу я посвящаю в некоторой степени ответом на те вопросы которые накопились к этому времени пожалуйста повторяю пишите мне свои вопросы свои пожелания потому что я буду показывать вам то что вам хочется потому что свои темы мне кажется я уже что могла придумать придумала что могла показать показала и так вот здесь посмотрите я собираю то что вы мне присылаете итак первый вопрос регла из трикотажа без шва значит не знаю уже теперь кто прислал мне вот этот вопрос но хочу сказать вам следующее что в нашем плейлисте который называется уроки моей жизни есть тема которая называется звучит так складываем ткань нет цельно выкроенный рукав цельно выкроенный рукав вот такая тема есть у нас да и вот в этом цельно выкроенном рукавчики я буквально сейчас напомню потому что в деталях вы можете посмотреть попозже да посмотрите там есть вот такая картинка мы строим с вами цельно выкроенный рукав на полочке вот так вот Вот это как-то у нас там, условно говоря, выглядит так. И как обычно в развитии этой темы, я стараюсь вам показать какие-то возможные варианты применения того, что я дала. То есть в начале всегда лежит какая-то основка, какая-то лежит база. Вот здесь вот у нас там нарисован такой рукавчик. Ну, извините, что так некрасиво рисую. Нарисована вот эта, нарисована уже спинка. Очень некрасиво нарисовала. Одним словом, по полочке строится спинка, а дальше я вам предлагаю сделать рукав реглан. Когда мы вот это все можем сделать? Когда у нас ткань мягкая и трикотажная. И в этом случае, посмотрите, во-первых, это крой очень невыгодный, да? Потому что если ткань имеет ворс, направление, то надо кроить по порядку вот так это все раскладывая. Спинку, допустим, положить надо вот сюда. И у вас будет получаться очень большие выпады на ткани вот такие, да? Поэтому стараются производители либо так отрезать, вот так, либо сделать рукав реглан. А когда вы отрезали вот так, да, условно говоря, вы можете вот этот рукавчик прижать вот сюда. И получится вам то, что вам надо. Вот он объединяется, этот рукав реглан. Вот так вот он объединяется. И вот он будет вот так у вас выглядеть, общий рукавчик. То есть это придет сюда, останется полочка, останется вот такая вот часть спинки. Это есть и в двух словах. А подробности, мои хорошие, детально, красиво и аккуратно. Когда я делаю еще там, наношу вот на эту всю историю вот такие вот вещи. Вот так вот делаю. Делаю вот такую вот полочку. Потом вот очень такой же делаю. Вот так вот рукавчик зеркально отображаю. У меня вот такой потом получается, да? Это наложение ткани у нас идет. И все вот эти детальки, пожалуйста, посмотрите вот в том видео. И будем считать, что на этот вопрос я ответила, потому что повторять одно и то же, дублировать эти видео, я не очень-то вижу, ну, какой-то большой смысл. Там, значит, еще разочек тема в плейлисте называется «Цельно выкроенный рукавчик». И там идет переход к тому, как сделать рукавчик реглан. Реглан из трикотажа без шва. Тогда он получается без шва. А из строгого, из выкройки, которая подходит не только для трикотажа, а которая рассчитана на обычную ткань, там не сделать такой конструкции. Потому что там всегда будет вот здесь оставаться выточка. Нагрудная выточка, более строгий крой, там свои особенности. То есть это можно сделать только из трикотажа. Дальше. Вот Татьяна и написала вот такое письмо. Галина, добрый день. Большое спасибо за ваши уроки. Все вещи по вашей методике очень хорошо садятся на фигурку. Пользуясь вашим предложением разместить заявки на новые темы, хотелось бы попросить показать моделирование нескольких вещей. Итак, смотрите. Вещь первая. Женская рубашка с легким оверсайзом на размер 50-52 с частично размоделированной выточкой или вообще без нее. Особенности, особенно сложности возникают с рукавом. Примерно силуэт вот по этой ссылке. Я по этой ссылочке прошла. И посмотрите, что я там обнаружила. Сейчас я вам это покажу. Скачала его себе вот сюда. То есть вот такая вот у нас идет рубашка. Давайте на нее посмотрим. Это давайте разберем вместе, что хочет получить Татьяна. 50-52 размер. Рубашка вот здесь представлена. Как вы думаете, на какой размер? Ну, конечно, 42-44, максимум 46. Давайте разберем ее в деталях. Что в ней особенного? Первая особенность, которую я наблюдаю, что воротник на отрезной стоечке мы проходили с вами. Как это делать? Вот такие воротнички шить. Планочка. Посмотрите, здесь такая супатная застежка, я бы сказала. Да, я вам не давала супатную застежку. Но ее очень легко сделать, посмотрев на других каналах. Ну, может быть, когда-нибудь в технологии обработки. Потому что я не увлекаюсь пока подачей вам именно вот такой вот подробности технологии обработки. Потому что я не могу делать это, снимать себя и делать что-то руками одновременно. Это физически нереально. Вот то, что я вам сейчас показываю, это физически реально камера у меня над столом. Я могу с вами вот так вот общаться и разговаривать. Или камера передо мной. Вот. Так вот, посмотрите. Тут тоже нет ничего сложного. Давайте обратим внимание на крой этой рубашечки. Смотрите, прямое плечо, спущенный вот так вот слегка рукавчик. То есть плечо удлиненное. Плоский абсолютно крой. Посмотрите, нет никакой выточки. Выточки нет. То есть это типичный крой по типу мужской рубашки. Что еще я могу здесь сказать? Достаточно широкая, большая прибавка по груди. Глядя вот на этот рисуночек, я бы выбрала прибавку по груди. Там, скажем, прибавка по груди. Но всяко не меньше 5, а то и 6 сантиметров. И по бедрам, посмотрите, она какая большая у нас достаточно. То есть прибавка по бедрам у меня была бы, скажем, там, ну тоже не меньше 4 сантиметров. То есть глядя вот на такой рисуночек, да, вы начинаете его анализировать и понимать, что мы умеем делать и чему нам надо научиться. Еще обратите внимание вот на этот залом. Так, еще прежде чем посмотреть на залом, обратите внимание вот на эту складку. Эта складка называется папоротка. Когда она идет от конечной точки плеча, вот от этой точки, явно идет переход сюда, да, на сантиметры 2 удлиняется плечо, и аккуратненько движется вниз по фигурке. Вот если бы она не заправила сюда рубашечку, она бы уходила у нас вот так аккуратно вниз, и мы бы ее очень четко и хорошо видели. Вот эта хорошая, грамотная, конструктивно сформированная складочка на фигурке, она называется папороткой, да. Она признаком является хорошего кроя и хорошей элегантной выкройки. Если у вас не какие-то косые кривые заломы вот в этой области возникают, а возникает вот такая ровненькая красивая складка, мы считаем, что эта выкройка просто безупречна. Значит, здесь никакой нагрудной выточки нет. То есть базовая конструкция берется в основу, конструкция без нагрудной выточки. Дальше. Посмотрите вот на эту складочку, которая идет как напряжение от верхней точки плечевого шва, она движется вот так по рукавчику. Это говорит о том наличии вот этой складки, что покрой рукавчика в данной блузке рубашечный, не вточной. Вточной рукав всегда основывается, вот выходит вот из этой точки, в конечной точке плеча делается, и всегда имеет посадку по окату рукава. Идет легкая посадка для того, чтобы вот эта линия была четкой и красивой. Здесь этого нет. Здесь явно рукав выкроен способом рубашечный покрой, который называется рубашечный покрой рукава. Рубашечный покрой рукава, мои хорошие, я тоже вам здесь давала. Он получается уже на базе вот этой вот основной выкройки. Но такого микса, чтобы у нас была рубашка без нагрудной выточки, и при этом она имела рубашечный покрой рукава, вот этого микса у меня на канале показано не было. Хотя все по отдельности было, потому что я вам давала построение базовой конструкции без нагрудной выточки, оно у вас есть. Я вам давала рубашечный рукав. Если вы терпеливы достаточно, упорны, настойчивы, вы можете применять эти методы, которые вам известны, но уже соединять в одну кучку и делать именно тот фасон, который вам надо. Но разбирая сейчас и прибавка по рубашечному рукаву, здесь тоже идет немаленькая. Она никак не может быть меньше 6 сантиметров. То есть я бы написала больше 6 сантиметров. А прибавки по талии у нас просто нет. Вот собственно говоря, все исходные данные, не считая мерок 50-52 размера. Мерки 50-52 размера я знаю. Или я найду их в интернете из многочисленных таблиц размерных признаков. Поэтому в принципе вот такую вещь мы можем с вами построить. Я сейчас просто разберу немножечко, но себе уже в контент-план запишу, что вот такую именно рубашку, именно вот с таким вот плоским кроем, но вы должны очень четко себе понимать, что выглядеть, мои хорошие, она так не будет. Если это 44 размер, а вы возьмете 52 размер, вот здесь, извините, у вас появится выпуклость на груди, которой в данном случае нет. А если она появится в плоском крое, у вас вот здесь появятся вот такие косые заломы, что бы вы ни делали. В области, вот в этой области у вас обязательно появятся заломы. Здесь их нет, потому что здесь очень широкие плечи, раз. Здесь очень высокий рост, два. Здесь достаточно плоская для этого, для этой ширины плечиков и для этого объема бедер выкройка. И поэтому оно лежит так привлекательно и выглядит так привлекательно. То есть к чему я вот это вам еще сейчас говорю? Стараясь ставить себе какие-то определенные задачи, я понимаю Татьяну, да? Ей хочется вот такую рубашку на 52 размер. Но она должна также понимать, что она не будет выглядеть именно так. И у нее в голове не срастается, что 52 размер и 44 размер, извините, это две большие разницы. И в 52 размере обязательно нужна будет вот эта нагрудная выточка. И так далее. Что, собственно говоря, я вам и давала, и что мы, собственно говоря, и проходили вместе уже. То есть для 52 размера нужно будет делать вот эту нагрудную выточку. Я, конечно, попробую провести эксперимент, как я уже вам и пообещала. Я постараюсь сделать вам плоский крой без нагрудной выточки и вот с таким рубашечным рукавом. А вы уже, следуя вот этому примеру, попробуйте вот это все повторить. Но это будет реально работать хорошо в том случае, если фигурка у вас имеет либо обычную насадку, а вы знаете, что обычная насадка, это когда длина переда до талии больше, чем длина спинки до талии от 1 до 3 сантиметров. Либо, извините, сутулую. Когда плоская вот эта, у сутулой выкройки, у сутулой выкройки у вас нагрудная выточка убавляется. У сутулой фигурки мы уменьшаем нагрудную выточку, чтобы сделать крой более плоским, потому что это требует осанка. Но если, мои хорошие, у вас перегибистая фигура, ваша разница между ДТП и ДТС 4 сантиметра и более, а в жизни встречаются самые невероятные картинки, да, вам никогда не стоит носить вот такие рубашки в ожидании, что не будет заломов. И строить их не стоит, потому что ваши ожидания всегда разойдутся с той реальностью, которую вы будете видеть. Вот, надеюсь, вот так вот аккуратно, и я ответила на ваш вопрос. Но, повторяю еще раз, закончится вот это видео. Я сяду, я постараюсь по мерочкам 50-го размера вот эту картинку вам представить, чтобы у вас получилась именно вот такая вот прибавка. Это будет следующее наше видео. Ну, а сейчас давайте посмотрим, что нам наша Татьяна еще пишет. Она написала достаточно много предложений своих. Вот, давайте посмотрим вот на это. Пиджак женский, классический, по типу мужского, это второе у нее предложение идет, да, со слегка уплощенной грудью, размер 50-52. И идет ссылочка. Давайте ее откроем. Посмотрим, как выглядит этот пиджачок. Посмотрите, развернуть. Посмотрите, какой пиджак. Если вы, мои хорошие, за мной следите, да, вы должны были буквально на днях в Инстаграме или ВКонтакте. В Инстаграме есть пост и сториз, вот с этой вот, с таким пиджаком, черненький пиджачок, на выступ у грудных желез очень большой, там 4-й или 5-й был размер, костюм мы шили с девочкой. То есть это достаточно с ученицей своей, кстати, тоже зовут ее Татьяна Танечкой. То есть, посмотрите, это довольно простой классический крой, но здесь уже вточной рукав. Это английский воротник приточной. Я тоже вам вот это все давала. Так, я тоже вам это все давала. Так, сейчас еще разочек сделаем. Так, что мне здесь, ну, как бы для индивидуального пошива не кажется хорошим. Как и большинство выкроек, допустим, в том же пресловутом журнале Бурдамода, я вижу здесь, посмотрите, от груди идет вот такой вот шовчик, да, это талиевая выточка, едва намек на нее, нагрудная выточка вот сюда открыта, потому что вот так поломалась, и идет вот этот вот кармашек, который располагается вот в этом Г-образном таком подрезе. Я его не люблю. В индивидуальном пошиве он работает никуда не годным образом, потому что он мне не дает возможности что-то подкорректировать на фигурке, и поэтому я таких вещей не использую. А в чем здесь особенность, мои хорошие, в индивидуальном пошиве? Да никакой нет особенности. Это наша базовая конструкция с какими-то другими прибавками. Прибавка по груди, например, 4 сантиметра. Прибавка по талии, он полуприлегающий, да, я бы сделала тоже 4 сантиметра. Прибавку по бедрам я сделала бы здесь 2 сантиметра, например, да. Прибавку по рукаву я сделала бы здесь 6, 4, 5, 6 сантиметров. 5 сантиметров, может быть 4, может быть 6 сантиметров. Понимаете, все это базовая конструкция. Строите базовую конструкцию на любой размер, и вы получите такой пиджак, какой вы здесь видите. Следующая ее ссылочка. Она просит нас в третье. Куртка так же как? Так же на такой же размер, с примерными очертаниями, как по ссылке. Давайте посмотрим, что это за куртка. Вот такая вот пуховичок вот такой, да, с большими, рукавчик у него какой? Рукавчик у него вточной. Прямой крой. Никаких, вот они пишут, дутая куртка, силуэт А с логотипом по спине. Воротничок, здесь вточной рукавчик. Воротничок, стоечка на замочке. Конечно, это уплощенный крой. Конечно, здесь никакой нет нагрудной выточки. Конечно, если вы будете, это 44 размер. Конечно, если вы будете работать в размере 50-52, вам понадобится нагрудная выточка. Что это такое на самом деле? Выкройка вот этого всего. Опять ничего особенного. Это базовая конструкция с вточным рукавом. Прибавки, пожалуйста, я вам озвучиваю. Значит, берете мерки 50-52 размера, да, по груди прибавляете минимум 5-6 сантиметров, по талии ничего не прибавляете, по бедрам вот здесь тоже 5-6 сантиметров, она достаточно широкая, видно ее. Вам будет много может быть, вы сделаете чуть-чуть поменьше, увидите, скажем, на примерке. Вточной рукав 6-7-8 сантиметров. Все. Делайте базовую конструкцию без нагрудной выточки, вот с этими прибавками. Но что сказать, если говорить о базовой конструкции без нагрудной выточки в том виде, в каком она у меня показана на этом YouTube-канале. Ее, по честности, надо переснять. Потому что очень плохо тогда она снималась, камера совсем была никудышная, поэтому я хочу ее переснять. Время наше опять стремительно движется к концу. Давайте посмотрим последнюю куртку. Куртку мы посмотрели. И куртка из искусственного меха. Так, куртка из искусственного меха. Посмотрим, что Настаня просит сделать. Опять, посмотрите, здесь тоже рубашечный рукав мы видим, плоский абсолютно крой. И все то же самое я могу произнести, что говорила ранее. Объемы большие. Объемы 6, 6 и минимум там 6-7 сантиметров на руках. Спущенный рукав, рубашечный рукав идет по крой. Рубашечный рукав я тоже вам давала. И опять плоский крой. И опять плоский крой, но в этом размере смотрится хорошо. Не уверена, что вот такие большие воротники будут хорошо смотреться на 52-м размере, если у нас вот здесь есть ярко выраженные грудные железы. И опять, если размер большой, нормальная осанка, сутулая осанка, плоский крой будет хорошо, перегибистая фигурка, ярко выраженные грудные железы будет плохо. И последнее, давайте время кончается, косуха из текстиля. Ну тут вообще проще паренной репы все. Посмотрите, рукавчик имеет залом, хотя вот здесь шов рукава, то есть здесь вточной рукав с уменьшенным окатом рукава против проймы, потому что, видите, подогнали, чтобы не было посадки, да, а так и все. И получился вот такой вот заломчик, который мы тут видим. Рукав вточной, но он уже похож на рубашечный, когда идет не то, не сё. Прямой абсолютно крой, плоский крой, то есть вы просите все время плоский крой, без нагрудных выточек. Ну, вот, собственно говоря, и все. На этом разрешите закончить. Еще буквально несколько слов. Я продолжу в следующий раз. Построим вам вот эту рубашку. Мои дорогие, пожалуйста, я оставляю вам ссылочки на помощь каналу. Очень я помогаю вам. Ну, я не буду скромна на этот раз, скажу вам. Помогите, пожалуйста, и вы мне. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всегда ваша Галина Коломейко. Продолжение следует.